Какую компенсацию получат увольняемые работники завода Ford Solar в Татарстане? Насколько подешевели автомобили марки Ford? Каков спрос на готовый бизнес в Казани? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горюнова. Здравствуйте! Ford Solar озвучил размер компенсации увольняемым сотрудникам в Татарстане. Напомним, в конце марта предприятие официально объявило о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей. В июне прекратят работу заводы Ford Solar в Набережных Челнах и в Севоложске, а также часть производства в Елабуге. Здесь сохранится лишь сборка небольших грузовых фургонов Ford Transit. В Татарстане под сокращение попадают 950 человек. В компании Ford заявили, что если работники уволятся по собственному желанию до 22 апреля этого года, то они смогут рассчитывать на компенсацию от 5,5 до 12-месячных окладов в зависимости от стажа работы. Однако, как сообщает Интерфакс, сотрудники заводов требуют пересмотра сумм в большую сторону. Власти Татарстана взяли на контроль процесс увольнения сотрудников Ford Solar. Часть работников собирается трудоустроить КАМАЗ. Помимо КАМАЗа, насколько мне известно, есть заинтересованность у Хайра. Вы знаете, что в той Закамской зоне, в которой располагался завод, там большая концентрация всевозможных инвестиционных площадок. Это и ТАЦеры, Нижнекамск, Набережные Челны, это сама особая экономическая зона, это и большое количество техноплощадок, технопарков. И там, на самом деле, на сегодняшний день достаточно высокий дефицит вот как раз-таки такого порядка кадров. Поэтому у правительства республики совершенно нет никаких, скажем так, опасений в отношении того, что кто-то останется нетрудоустроенным. Тем временем, компания Ford приступила к чистке своих складов в России. Как ранее и прогнозировали наши эксперты, автомобили Ford теперь продают с большим дисконтом. Производитель обещает, что при покупке в апреле моделей Kuga, Focus, Fiesta и Explorer можно будет сэкономить до 585 тысяч рублей. Снижение цен связано с необходимостью продать существующий запас автомобилей, а также простимулировать покупателей, которые начали с осторожностью смотреть на уходящего с российского рынка производителя. Несмотря на то, что Ford обещает поддерживать гарантию и после прекращения продаж, но у потребителя все равно возникает некое недоверие. Возможно, на себе ощутят какие-то неудобства люди, которые привыкли к официальному сервису, потому что я считаю, что это отразится именно на компаниях, которые предоставляют услуги по фирменному сервису поддержки и техническому обслуживанию машин, как это было, например, с компаниями Jam и Opel в свое время. Но я думаю, даже здесь эти процессы будут протекать достаточно медленно, и те люди, для которых это важно, сумеют переключиться многие бренды на другие модели, а те люди, для которых это не важно, будут приобретать эти автомобили и обслуживать их в мультибрендовых сервисных центрах. В Казани стали чаще выставлять на продажу готовый бизнес. По данным Авито, число предложений о реализации компании за год выросло на 45%. Подрос и спрос на готовый бизнес почти на четверть. В первом квартале этого года покупатели из Казани на Авито больше всего интересовало приобретение компаний в сфере услуг, общественного питания и торговых предприятий. На них пришлось почти 80% запросов контактов. Эти же направления лидировали год назад. На менее востребован в Казани готовый бизнес в сферах строительства и сельского хозяйства. Средняя цена готового бизнеса в Казани в первом квартале составила почти 3 миллиона рублей. Это на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные, производственные и строительные компании. Их средняя стоимость от 7 до 14 миллионов рублей. Татарстан выступает за упрощение визового режима для иностранных туристов. Это поможет значительно увеличить турпоток в республику и за рубежа. Власти региона неоднократно обращались по этому вопросу в МИД России. Как заявили в Госкомитете Татарстана по туризму, по некоторым странам уже есть облегченный визовый режим. Например, в Китае существуют упрощенные групповые визы. Подобный механизм прорабатывается и с Ираном, так как имеется прямое авиасообщение между Тегераном и Казанью. Также ведется работа и по Финляндии, потому что есть прямой рейс из Хельсинки в столицу Татарстана. Сегодня порядка 300 туристических компаний за рубежом предлагают туры в Казань. Эти же фирмы занимаются и оформлением виз. Отметим, что за 5 лет турпоток иностранцев в Татарстан вырос на 76%. В среднем каждый турист в Казани в прошлом году потратил порядка 24 тысяч рублей. Большая часть расходов, а именно 45%, пришлось на проживание. Это были новости экономики. До встречи.